За полгода промышленные предприятия «Юга» произвели товары на 384 миллиарда тенге, 123 миллиарда составил объём валовой продукции сельского хозяйства. В рамках дорожной карты бизнеса создано почти тысячи новых рабочих мест. Далее Кимобласти сообщил о строительстве 10 объектов здравоохранения и 262 домов. 151 дом сдадут до конца текущего года. В итоге жильём будут обеспечены 3197 очередников. Как только отчёт Акима закончился, депутаты перешли к вопросам. Первый из них касался областного бюджета. Сколько же налогов было собрано за полгода? По сравнению с прошлым годом, за шесть месяцев этого года бюджет области увеличился на 12 миллиардов тенге. Подоходный налог вырос на 1 миллиард 600 миллионов тенге. Поступления налогов от имущества после переоценки увеличились на 1 миллиард 500 миллионов тенге. За недропользование Казатомпром перечислил в казну 1 миллиард 800 миллионов тенге. Административные штрафы составили 1 миллиард. От продаж земельных участков и квартир в бюджет поступило 2 миллиарда 200 миллионов тенге. Ещё один вопрос, часто обсуждаемый депутатами – строительство школ. По мнению народных избранников, цифры в отчётах постоянно разнятся. Поэтому Бейбуту Атамколову пришлось озвучить их ещё раз. До конца этого года отремонтируют и сдадут в эксплуатацию 32 школы. Заинтересовала депутатов и ситуация с индустриальной зоной Тасай. «На инфраструктуру индустриальной зоны Тасай из нас фонда было выделено 847 миллионов тенге. Из областного бюджета – ещё 138 миллионов. Какие инвестиционные проекты сейчас реализуются на этой территории?» Прошло два года с тех пор, как открылась эта индустриальная зона. За год 95% участков были переданы под различные проекты. Сейчас их 23. В них трудятся полторы тысячи человек. Эти проекты привлекли уже 34 миллиарда тенге инвестиций. Судьбой родного района обеспокоен и депутат Серикбай Ибадулаев. Его интересует газообеспечение 38 населённых пунктов от Рарского района. «После завершения строительства Агрес-Казалжар в Отрарском районе мы подключим к газу 11 населённых пунктов в следующем году. В первую очередь районный центр и близлежащие сёла. До 2019 года газ проведут ещё в 22 населённых пунктах. Остальные подключатся к газу до конца 2020 года». Подведя итоги отчёта, народные избранники дали работе Акима положительную оценку.